Как ты назвал, Гриш, этот автобус? Спасибо. Это ЛАЗ. Знаменитый автобус. Точно на таком же везли Юрия Алексеевича Гагарина к космическому кораблю, когда он первый раз совершил полет в космос. Это знаменитый автобус. Но там у них модификация, не знаю, это точно тот или не точно. И там сидел в этом же автобусе Королев, руководитель полетов. По-моему, запасные космонавты. Я не помню, кто там был, Леонов или не Леонов. Но кто-то был. Поэтому это знаменитый автобус. А мы на таком автобусе, у меня дядя работал, дядя Толя, и мы ездили копать картошку. Почему не в этот автобус? Я как сейчас помню, нет, там другая паста. Я как сейчас помню, ездили копать картошку. Естественно, я был вообще маленький-прималенький, и они вышли, там копали. А я решил перебежать через дорогу. Я выскочил, естественно, никуда не смотрел. И прям напрямую через дорогу с этого автобуса, не помню, сзади или сфереди. Двери были открыты. Естественно, я попал под другой автобус, который параллельно шел. Выбежал бедный белый аж шофер. А я не помню, или я уже в Канаве был, очутился, или под автобусом. У меня дважды была такая эпопея. Один раз я точно был под автобусом, это было в Крыму. В общем, белый автобусников я видел два раза белых шоферов, абсолютно белых. А я оставался чудом живой. Поэтому в этой жизни, если вам суждено, жить будете жить. Ананет, Суданет. Так вот, я недорассказал. Я решил проверить проходимость этого Паджеро. Свернул я буквально там метра три. И он упал у меня по окнам в снег. Я посидел, погоревал, наверное, минут пять. А потом я пошел на саму базу. Ну, как бы недалеко, это там, пешочком, может, минут десять. А в это время чистил снег. А этой базой владел, сначала до Балушкина владел какой-то горник, он такой. Я не помню его фамилию точно. Вот у меня есть родственник, он в Дрездене живет. То есть не в Дрездене, а под Дрезденом. Или под Перлином. Где-то там, под Дрезденом. И вот они были хорошие знакомые, потому что они ходили вместе в походы. В общем, я нашел этого горника. Хороший мужик. Я говорю, давай трактор я заплачу. Он сказал, трактор поломался. И мы пошли вместе с ним к Балушкину в особняк. Там чуть дальше стоял деревянный огромный особняк. Балушкин. Они сидели возле камина там. Ну, он был конкретно. Балушкин, Анатолий его зовут. Потом... Ну, жена, наверное, его. И охранников парочка. Но мы зашли благодаря этому, конечно, который был руководитель Тайбаза. Вот. Он говорит, вот парень застрял, в общем, пообещал заплатить, спасите. И он распорядился, Анатолий, да, быстро выехал. Крузак, по-моему, уже тогда двухсотка была, да. Двухсотка уже были. Двухсотка 2007 год. Ну, значит, это в седьмом году и было. Тринадцать лет назад, да. Уже они были. И вот он подъехал. У него, естественно, была лебедка. Почему, естественно, сам не знаю. И за три секунды меня вытащил. Деньги с меня не взяли никакие. Я обещал им потом что-то я... Как я был связан с рыбой, я не помню. Обещал им рыбу привезти. Рыбу я привез, но их, этих охранников, я не нашел. Ну, а Балушкин, естественно, меня никто не пропустил. Ну, в общем, вот такие хорошие люди, если честно. Так что вот так. Такие хорошие воспоминания у меня. Об этом месте. Ну, естественно, после этого я больше не сворачиваю даже ни на сантиметр зимой. Это касается только зимы. А зимы в тот год, а зимой в тот год снега было... Ну, вот мне написали в Ридере, как-то я говорю, посмотрите зимние... Зимние зарисовки о зимовье. Сколько там снега. Так вот, мне написали, что в Ридере как-то выпало 6 метров снега. 6 метров. Ну, это, естественно, там в горах, вот там, где эти поселья, где поперечная. Это в тех местах 6 метров. В городе как бы поменьше. Но 6 метров это не предел. Я допишу так, 6 метров именно. То есть до второго этажа. До второго этажа было все занесено. Там вторых этажей не было. Сейчас мы завернем два проулка. Вот по этому проулку мы поедем, не поедем. О, по этому можно проехать. Сейчас мы по этому проедем. Сейчас мы по этому проедем, пока асфальт. Я даже не знал, что здесь асфальтированная дорога. Так что, если кто в курсе, пожалуйста, напишите, для чего была образована... Это тоже, наверное, какая-то была казачья застава. Я так понимаю, казачьи заставы, это были образованы для охраны подхода в городу. Охрана от кого? Ну, много раньше неприятностей-то было. Всякие банды бандитствовали. 18 веки. 18 веки это железно было миллиону. Посмотрите, у Глюмрюка фильм. 18. Там вся интрига на чем? Скоро он должен выйти как-то. Новый, да, новый Глюмрюка. Новый будет неинтересно смотреть. Посмотрите, только... Только старый интересный смотреть. Так вот, там вся интрига фильма. Заключена в том, что парень дарит девушке... Ну, естественно, женится он только из-за миллионов на ней. Он дарит ей сережки. А сережки очень дорогие. С какими-то камнями. Потом отец этой девушки смотрит на эти сережки и узнает сережки матери своей мамы. То есть бабушки этой невесты. Которую убили... Ну, там какое-то количество лет назад. Естественно, ее убили, ограбили, эти сережки забрали. А ограбил и убил, естественно, дедушка от этого жениха. То есть парень женится на девушке, дедушка которой убил ее бабушку. Вот интрига фильма Глюмрюка. Поэтому посмотрите и поймете все сами, что было. А это было буквально недавно, это было всего лишь позапрошлый век. То есть мы живем в 21-м, а это был 19-й. Все очень просто. И по поводу... Увлечения спортивными всякими штуками. То есть яхтами, лыжами. Вот парень, вот жениться, наверное, видели его цветами. Военный, молодец. Ну, или жениться, или сейчас осень же, да? Скорее всего, может, он пришел, уже отслужил. Сейчас осенний призыв. Одни приходят, другие уходят. Так вот, увлечения спортивными всякими. Мы, как говорится, сходили, да? Сходили на пароходе, на форелевое хозяйство. По Ускременного горского водохранилища. Тоже можете посмотреть. И вот там, если честно, мы просили... А нам дали, кстати, спасательный жилет или не дали? Дали. Дали. Тебе дали? Да. Всем дали. А, там всем дали? Да. А мы что-то не в них были, по-моему. Мы принебрегли. Техники безопасности. Что-то мы расслабились. А Наташа была в спасательном, да, или нет? Да. Он у меня в ногах стоит. А, в ногах. Ну, молодец. Так вот, по спасательным жилетам. Можете посмотреть сейчас в Ютубе этих вообще видео миллиард просто, оказывается. Насколько плачевно это выглядит, если в лодке вышли люди, еще не дай бог, по алкогольному опьянению и безписательных жилетов. Все это точно верно и смерть. Там столько много этих случаев прямо. Они и плачут там потом. И раскаиваются. Ну, только смысла нет. Вышли в каких-то самодельных, каких-то ужасных корыток. Там натуральные корыто. Там не лодки даже, а корыто. Романтика. А, о, одна романтика точно называется. Кстати, советская лодка. Там еще знак качества СССР. Но это точно не для, ну, может быть, для каких-то суперштилевых, от слова штиль. Озер и водоемов, но только не для, не для какой-то же волны. И вот они выходят на этих лодках и без спасательных жилетов рыбаки во всей амуниции. То есть они в рыбачьих сапогах вот этих с огромными голенищами, которые, если что-то попадает, сразу тянут, сразу тянут на дно. Сорок. Поэтому прежде чем обзавестись, эта школа, я так понимаю. Да, да, дети же шли. Классно. Школа, вот тут у этажечки, смотрите. Ну, осыпается, посадить. Слушайте, ну, здесь двухэтажечки, слава богу, не заброшены. Это так здорово. Как-то счастье наблюдать. Вообще ни одной в Бобровке нет ни одной заброшки. Были там дома, какие-то заколочены. Были заколочены, конечно. Ну, это печально. Да, да, но, наверное, не могут портать. Вот тоже пустующая. Да, не что-то, 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 что-то. Ну, огромное. Вот по этой улице я еду первый раз в жизни. Можно, кстати, посмотреть тоже название. Наташа не видит? Я там написано. Так вот, выходить на каких-то ужасных лодках с небольшими движками еще в количестве трех человек, это равно самоубийству. Есть бесплатного жилета, еще в состоянии алкогольного опьянения. Вот эти, совокупность вот этих всех факторов. Улица Солнечная, улица Солнечная. Вот хорошо. На водонапорку поедешь? Поехали съездим. Это старая водонапорная башня. В большинстве случаев они все аварийные, эти водонапорные башни, потому что эксплуатация. Раньше был даже, по-моему, специальный технодзор, который наблюдал за состоянием этих башен, чтобы они не наклонялись, ну, чтобы не были как Пизанская башня. Сейчас я не в курсе. Но это хорошо сделано. У него основание такое толстое. И мы туда не поедем, но вот так издалека можете посмотреть. Ну все, возвращаемся мы опять на свой муравьиный путь. Муравьиный путь это Пусть-Каменогорск-Тарханка. Чудом мы, слава богу, заехали в Бобровку. Выполнили пожелание. Это неоднократное было пожелание. Люди написали Бобровка, Бобровка, Бобровка. Ну, мы, честно говоря, и сами хотели. Но постоянно у нас не было дороги. То мы поздно возвращаемся. То у нас какое-нибудь дело. То мы что-нибудь везем. Мы и сейчас, честно говоря, везем. Всякие... Всякие штуки, строительные материалы, которые нам необходимо на дате. Слава богу, мы так нагрузили, что они особо нам не мешают. Ну, в общем, на этом, наверное, вот еще наведенную водонапорную башню. Интересно, такая толстая. Я первый раз вижу такую. В основном они такие высокие и с тонким основанием. Ну, в общем, наверное, на этом и все. Представитель местной фауны в замечательном состоянии. Он был такой маленько облезший. А сейчас нормально его отремонтировали. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ